Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случай из практики». Я Екатерина Борж. Когда ребенок часто болеет, родители нередко обвиняют в этом врачей и по собственной инициативе пичкают детей все новыми и новыми лекарствами. Но это может только усугубить проблему. Что можно сделать родителям, чтобы детки меньше болели, мы узнаем от гостей нашей студии от ларинголога Лидии Прудниковой. Лидия Владимировна, добрый день! Добрый день! Напомню сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. С вашими вопросами гости, пожалуйста, обращайтесь. Также не забывайте, что у нас есть ICQ. Пишите туда, я с удовольствием озвучу ваши вопросы, мы на них обязательно ответим. Лидия Владимировна, какой ребенок считается часто болеющим? Наверняка есть какие-то параметры. Почему? Как определять? Для начала скажем так, что часто болеющий ребенок это не диагноз. Это диспансерная группа детей, куда входят дети часто болеющими острыми респираторными заболеваниями. То есть для каждой возрастной категории существуют свои нормативы. Так скажем, дети до года это болеющие 4 и более раз в год. От года до 3, от 6 до 8 раз в год. И там после 3 лет, также вот 6-7 раз в год эти детки считаются часто болеющими. Но при этом мы имеем в виду, что дети болеют только респираторными заболеваниями, да, часто или длительно. И второе, у них нет каких-либо хронических заболеваний, которые, чтобы мы не подменяли ОРЗ, допустим, обострением какого-то хронического заболевания. То есть эти детки считаются вот в группе часто болеющих детей. То есть это может быть бестемпературная болезнь? Может быть обычный насморк или обычный насморк туда не входит? Вот какой болезни? Если диагностировано ОРЗ, то оно уже считается единицей заболевания, да, то есть мы его считаем. Другое дело, что один ребенок болеет с температурой 40 и тяжело, второй ребенок почихал, покашлял пару дней, но тоже респираторное заболевание. В чем могут быть причины? Это, наверное, самое главное, в чем нужно разобраться. Причин очень много. Начнем с того, что иммунитет закладывается еще в утробе матери. И от того, как носит мать ребенка во время беременности, уже зависит от много. Тяжелая токсикоза, вирусные инфекции во время беременности, любые тяжелые инфекционные заболевания во время беременности, это уже такой отягощающий фактор, что мы можем предположить, что у этого ребенка иммунитет будет слабее, да, чем у других мамочек, которые хорошо носили инфекцию. Теперь ребенок родился. Если ребенок родился недоношенный, незрелый, он имеет какую-то неврологическую симптоматику с момента рождения, наблюдается у неврологов, каких-то специалистов, то это тоже сказывается на иммунитете ребенка. Это у нас второй фактор. И третий фактор, конечно, это среда обитания, питание. И тут еще достаточно много факторов. Но при этом наверняка бывают случаи, когда и ходила мама беременность, очень хорошо вынашивала, и вроде и условия-то для ребеночка все созданы, и кормят правильно сначала грудным молоком, потом и фруктики, и мяско, и все есть. А вот болеет и все тут. Ну, такие детки, конечно, должны быть обследованы, да, в первую очередь у педиатров, у иммунологов. У него должны быть исключены какие-то очаги хронической инфекции, в первую очередь. И, во-вторых, должен быть обследован иммунитет, потому что иммунитет у ребенка может быть какое-то врожденное иммунодефицитное состояние, которое генетически как-то передалось или что-то сложилось, да, вот так этого ребенка. И вторая категория детей есть с незрелым иммунитетом. У них иммунитет сложился правильно, но он еще не созрел. То есть годам 3-4 окрепнет, да, физиологически, и иммунитет у него будет… То есть, как это говорят обычно, возрастной, подрастет и все придет. Да, и, к сожалению, раннее увлечение детским садиком, когда отдают ребенка годик, да, годы-два, и когда он в группе смешивается с детками 2-3-летними, которые уже наработали какой-то определенный иммунитет, это тоже провоцирует, к сожалению, к частым инфекциям. С точки зрения здоровья. Да, то есть, конечно, до полутора лет ребенок должен… Все-таки минимизировать вообще. Минимизировать, да. Должен окрепнуть, подрасти. И все будет хорошо. Торопиться не стоит. Психолог у нас говорила, что не стоит торопиться с садиком. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, алло, алло. Здравствуйте, слушаем вас. Моему ребенку 3 года. Нам недавно удалили аденоиды. Есть ли вот такая вероятность появления снова этих аденоидов? И можно ли как-то издержать появлений? Спасибо большое. Есть ли рецидивы у аденоидов? Ну, это, наверное, очень распространенная такая. Ну, если полечить… 3 года, да, и чуть больше, как бы, процент рецидивов. Уже достаточно невелик. Тем более, по той методике, по которой удаляются аденоиды сейчас, это европейская методика под контролем эндоскопа. То есть достаточно полно удаляются аденоиды. Поэтому для вас теперь самое главное – поменьше болеть. Для того, чтобы поменьше болеть, опять-таки, это и питание, и проветриваемые комнаты, и прогулки хорошие, и промывание носа элементарно, наверное, да? Ну, вместе с тем, да. И потом мы никогда не ждём после удаления аденоидов, что вот удалили, и мы забыли, что ребёнок перестал болеть. То есть какое-то время он будет болеть, но будет быстрее выходить из этого состояния. Если раньше он переболел у РЗ, ещё 2-3 недели кашляет, да? Гнусавит нос, не дышит. То для начала он будет болеть короче. И потом потихоньку-потихоньку… Вариант адаптации какой-то, да? Да, этот вариант… Да. И потом он начнёт пореже, 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 и выйдет у вас в стойкую ремиссию. В случае, если аденоиды являлись очагом хронической инфекции. Но так как у нас любые оперативные лечения у детей проводятся по строгим показаниям. То есть в данном случае мы понимаем, что были объективны показания к удалению аденоидов. Я думаю, что у вас будет всё хорошо. С удовольствием озвучу вопрос из-за СИКЮ. Но напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. Обращайтесь с вашими вопросами. Вопрос от телезрителя озвучу. У дочки частые насморки, быстро проходят. Можно ли нам для профилактики в соляную пещеру ходить? Или это бесполезно? Очень хорошо отношусь к соляной пещере. Ходите. Нормализует иммунную систему. Хорошо укрепляет слизистую носа, ротоглотки. Поэтому замечательно. Ходите. Если говорить о болезнях детей, все мамы, папы часто тоже знают, какое у ребёнка слабое место. Практически у каждого есть из детей. Любая простуда и сразу же насморк. В этой ситуации что делать? Чтобы меньше болел? Может быть, какие-то причины могут быть? Для начала разберём вариант частых насморков. Исключаем любые очаги хронической инфекции. Мы должны знать, в каком состоянии у ребёнка находятся аденоиды. Не скрывается ли под частыми насморками воспалительный процесс в каких-то придаточных пазухах носа. И в-третьих, мы должны знать, а есть ли какой-то возбудитель у нас в слизистой носу. Может быть, у нас сидит на носу какой-нибудь стафилококк, стриптококк, который так часто… И на взгляд это не определить? Да, это не определить. Поэтому, конечно, нужно идти к специалисту-отларингологу и обследовать носу, почему так часто ребёнок болеет. Ещё один вариант. Под частыми насморками, к сожалению, очень часто вскрываются аллергические рениты. То есть мы думаем, что ребёнок без конца болеет, а при обследовании мы узнаём, что у него это аллергический ренит на какую-нибудь домашнюю пыль. Много лет ребёнок пьёт антибиотики, промывает активно нос и чем-то лечит, а нужно просто было брать какой-то аллергический фактор. Поэтому любой ребёнок с частыми насморками должен быть обследован. И если он обследован, у него нет аллергии, предположим, нет очагов никаких хронических инфекций, то какая-то профилактика должна проводиться. Подъём вирусных заболеваний, любые противовирусные препараты, профилактический внос. Если он заболевает, начинаем активно антивирусную, противовирусную терапию в начале заболевания и держим его под контролем. То есть заболел, поберегли, не отправили сразу в садик, пару дней отсидели. Говорят же ещё, что нос напрямую связан с состоянием стоп. То есть если малыш голыми ножками побегал по холодному полу, например, всё сразу же. Или если вот слабый носик как раз-таки, нужно прям обязательно в шерстяных носках ходить. Так это? Я думаю, что нет. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Выключи меня. Алло. Слушаем вас. У меня внуку 4 года. Так. 4 года. И вот это дедушка вопрос задает. Мы как с ним покушаем, он кушать очень любит, он много кушает. Как покушаем, хоть завтрак, хоть обед, хоть ужин. Покушаем, и он как встаёт из-за стола, говорит, дедушка, я рыгать хочу. И покушал, всё обратно судьбивает. И что делать, вот я, а вроде он здоровый, потом срубивается, порыгал, и опять здоровый веселый бегает. Ужас. Но после каждого еды, вот это сразу срубивает обратно. Спасибо большое вам за звонок. Вот такой проблемой. Ну, здесь у вас все показания идти к гастроэнтерологу. То есть здесь проблема не с горлом. Да, это не с горлом. Тут, конечно, проблема с желудочно-кишечным трактом. С желудком, с пищеводом. Надо обследовать. И потом не надо ребёнку давать большой объём пищи. То есть дозировано. То есть, может быть, он переедает? Ну, в данном случае ребёнка надо обследовать, потому что он маленький, и переедать он так не должен. То есть есть какая-то патология, которую надо выяснить. Через педиатра нужно попасть как-то в детскую гастроэнтерологу. Да, или обозначить хотя бы для педиатра. Какой-то минимальный объём обследования можно провести с помощью педиатра. Да, он уже потом определит, куда. Ещё один звонок. Мы приветствуем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. У меня такой вопрос. У меня ребёночку 9 месяцев, я с мальчиком, очень часто тоже болеет. Вроде, как, осенью мы болели. Октябрь, ноябрь, всё прокашляли, хрипы были, бронхит вроде ставили. Не знаю точно, диагноз. Вот, даже снимок делали, там какие-то губки были. Потом, вроде как, вылетели, всё прошло. Не прошло месяца, у нас вылезли зубки. Вроде всё хорошо, ещё неделька прошла. У нас температура, кстати, до 40 раз была, даже выше. Вот, потом зубки вылезли. Через неделю у нас опять пошли хлопцы, опять флешили, опять флешили. Вот, недели-пятые свечились. Прошло. Вроде бы, вначале вот не дулась, там, хиропы, 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 ну, полный курс леч, ну, в неделю вылечились. Сегодня два дня проходит, сегодня опять температура, опять сопли. Угу. Спасибо. У меня вот вопрос, вот какой след, мне, может быть, какой-нибудь надо дополнительный, если бы, или как. Спасибо большое вам за звонок. Девять месяцев, ну, мамы часто очень связывают именно с зубками, то, что зубки провоцируют какие-то болячки. Что делать? Если нет контакта ребёнка с какими-то часто болеющими детками, которые остро болеют, они находятся дома, и без контакта с инфекцией у ребёнка поднимается температура до 40, и ребёнок до года ставится бронхит, Я думаю, конечно, что в данном случае, наверное, имеет смысл ребёнка обследовать у иммунолога. То есть здесь не просто так ребёнок заболевает этими заболеваниями. То есть в данном случае требуется обследование иммунитета. Угу. К иммунологу. А пока нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню нашим зрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, пишите нам на СИКЮ, и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики», и сегодня мы говорим о том, почему дети могут часто болеть. И напомню, что гость нашей студии – лор-врач Лидия Прудникова. Лидия Владимировна, прочитаю сообщение из СИКЮ, давно уже ждёт возможности это сообщение. У меня подруга очень по-тепличному растит свою дочку. Всегда её кутает, не дай бог, окно или форточку при ней открыть. А я ей говорю, что потом постоянно будут у неё простуды, насморк и так далее. Но она уверяет, что так дочка меньше болеть будет. Кто из нас прав? Ну, проветривать, не проветривать. Я за закаливание. Поэтому чем ребёнок больше закалён с детства, тем ему легче жить по жизни. Никакие невзгоды ему не будут страшны. Но, конечно, проветривание, закаливание должно быть в пределах разумного. То есть это должно быть всегда постепенно, плавно. И самое главное, это должно быть комфортно для ребёнка. Если любые закаливающие процедуры от этого ребёнок получает большое удовольствие, то это идёт на пользу. А если его поливают душем с холодной водой, и он визжит, плачет, то, конечно, эффекта от этого закаливания не будет, к сожалению, никакого. Усвращение в тепличных условиях, оно не всегда на пользу получается? Не всегда на пользу, конечно. Заговорили мы до ухода на перерыв о слабых местах, скажем так. Насморки, часто и горло, например, часто горло болит. От чего это может быть? Ну, как и в случае с носом, исключаем очаги хронической инфекции. В миндалинах могут быть, да, также жить какие-то наши бактерии хронические. Мы должны знать в лицо, кто у нас там сидит, какой стафилококкс, рептококкс. Это тоже мазочки, да, конечно. Теперь против многих возбудителей есть вакцины, которые значительно снижают заболеваемость детей. Допустим, вот гемофильные палочки от пневмокока. Создана очень хорошая вакцина, и вакцинация в разы уменьшает заболеваемость детей вот этими инфекциями. Это во-первых. Во-вторых, часто боль в горле — это проявление патологии желудочно-кишечного тракта. То есть изжоги, отрыжки, там вот, скажем так, по-научному, гастроэзофагальные рефлюксы. Когда идёт заброс желудочного содержимого в пищевод, постоянно раздражает горло. Это тоже может быть проявлением какого-то хронического воспаления. И вместе с тем очень часто родители приходят и говорят, «Ребёнок не болеет, но у него постоянно красное горло. Доктор, сделайте что-нибудь». То есть в клинике никакой нет, ребёнок не кашляет, температуры нет. Но мама методично, монотонно заглядывает в горло и видит красное горло. В таких случаях, конечно, мы просим обратиться к педиатру или гастроэнтерологу, обследовать желудочно-кишечный тракт, и очень часто лечение приводит к отличному результату. Уменьшается вот такая клиника. Поэтому если мы исключили всё, абсолютно ребёнок здоров, никакой нет хронической инфекции, исключена гастропатология, то тогда какие-то действительно закаливающие процедуры, которые должны быть постепенно, комфортны и так планомерно. Не надо экстремальные методы закаливания. Очень часто родители говорят, «Мы часто болеем, поэтому пошли в бассейн». Но бассейн для ребёнка в данном случае экстрим. Длительный контакт с водой, переход до тёплого помещения в воду, с воды снова на воздух. Получается огромная нагрузка. Поэтому начинайте с элементарной закаливающей процедуры. Допустим, прогулка на свежем воздухе. У нас же дети совсем перестали гулять на свежем воздухе. Утром в машину из машины в садик. В садике они полчаса погуляли с группой. Вечером в машину из машины домой. Да, и к телевизору. И дома сидим? Конечно, да. А как насчёт метода, ну, по крайней мере, когда я росла, говорили, если часто болеть горло, надо почаще есть мороженое. Очень хорошо. То есть закаливающий тоже будет? Дозировано. Это не нужно съесть брикет мороженого. Для начала, если часто болеющий ребёнок, у него часто болит горло, возьмите брикет мороженого и скушайте всей семьёй. Мама, папа, бабушка, дедушка. Поделили на четвертиночки. Слегка подтаявшее мороженое ребёнок кушает чайной ложечкой. То есть не кусающими? Да, он не кусает, потому что пусть получает наслаждение. Взял кусочек мороженого в рот, вкусил аромат, подержал во рту и проглотил. То есть не кусками там глотать, чтобы всё промёрзло. А как вы относитесь к народным другим методам? Не знаю, ромашкой полоскания, ну, вот для носа солёная вода та же самая. Такими вещами можно? Очень хорошо. Я отношусь негативно к одному методу лечения. Это в случае, когда родители начинают самовольно принимать антибактериальную терапию, пить антибиотики без наличия каких-либо показаний. Ой, он уже кашлят, второй день я начала давать ему такой-то, такой-то антибиотик. Или мы третий день болеем и начали сами пить. Вот в прошлый раз нам помог, и мы уже начали тут же его пить. Но надо иметь в виду, что острая респираторная вирусная инфекция – это вирусное заболевание. А антибиотик – это уже да, это уже идёт осложнение вирусной инфекции. И её, конечно, его антибиотик должен означать всегда доктор, или педиатр, или узкий специалист. Ну вот любую, я считаю, лекарственную терапию должен означать врач. Ну если ребёночек заболел, вот, ну не тяжело болеет, да, посопливил, немножко горлышко болит. Если нет аллергии на лекарственные травы, очень хорошо, аромашка, шалфей, календула. Если нет аллергии на мёд, с мёдом, с малиновым вареньем. И очень часто ребёнку нужен не столько активно фарм-терапия, а может быть просто полежать, попить, да, какого-нибудь там… Если бы ещё детей можно было уложить, так… Ну нет, ну пусть, но вместе с тем он не идёт в группу, в которой 30 человек, и где идёт огромная нагрузка физическая для ребёнка, да. То есть мы же знаем о том, что детский садик – это не просто так. Это тоже работа, от которой дети устают так же, как и мы устаем от работы. Вот, поэтому 2-3 дня такого щадящего режима, вот поить травками, и может не понадобятся никакие антибиотики, конечно. Ещё один звонок, время. Здравствуйте. Здравствуйте. А хотелось спросить, у меня ребёнку 4 года, у него что-то голос испортился, стал какой-то хриплый или сиплый, но горло не болит. Что это такое может быть? Спасибо большое вам за вопрос. Горло не болит, но при этом… Ну, мама интонации очень чётко определяет. Значит, да, у деток проблемы с голосом могут возникать как после вирусной инфекции, так и после голосовой нагрузки. Допустим, он очень громко поплакал, покричал, да, и какое-то время может быть осиплость голоса. Но эта осиплость в норме должна пройти в течение 7-10 дней. Если 10 дней прошло, а осиплость голоса не прошла, это повод обратиться к ларингологу. Потому что здесь требуется какое-то дополнительное специальное лечение. Вместе с тем, если, независимо от того, или это голосовая нагрузка, или вирусная инфекция голоса СИП, первое лечебное действие для всех, и для взрослых, и для детей, это голосовой покой. Мы молчим. Ни в коем случае не говорим шёпотом, потому что шёпот тоже большая нагрузка на голосовые связки, да. Поэтому поменьше говорим тихим, спокойным голосом. Какие-то ингаляции можно поделать. Но если 10 дней не проходит, это повод обратиться к доктору. А использование, кстати, небулайзера самостоятельно, когда маму вот тем же самым физраствором. Это хорошо или плохо? Хорошо. Главное, чтобы это не были какие-то препараты, да, фармацевтические, которые должны быть ухлажненным врачом. Конечно, можете, да. Ещё один вопрос из АСИКЮ. У меня часто очень сильно сохнет нос. Иногда даже заснуть не могу. Часто это перед простудой происходит. Как можно было бы увлажнить? Пыталась капать маслом персика, оливковым жажаба. Помогает, но ненадолго. Но, скорее всего, этот вопрос уже от взрослого, да, у нас, пациента. Это является сухость носа проявлением хронических субатрофических процессов. Поэтому, то есть слизистая носа плохо вырабатывает слизь, да, поэтому сухо. И плюс к этому зимнее отопление тоже, да, в домах очень сухо и жарко провоцирует, усиливает этот эффект. Значит, очень хорошо орошение полости носа различными морскими солями. Сейчас продаются в аптеках разные препараты на основе морской соли. Можно делать самим, разводить морскую соль до слабосоленого раствора, или промывать нос, или орошать. Плюс к этому дополнительно можно какие-то масляные растворы в нос вводить. Но, конечно, лучше вам показаться к доктору. И уже потом решить. Даже если просто сохнет нос, это уже повод. Сохнет, да. И если это долго, это беспокоит, да, то есть приносит какие-то. И назначенный курс лечения приводит к очень хорошему результату. А персиковое масло не всем подходит. То есть оно тоже иногда вызывает сухость. Но если подходит и нет аллергической реакции, то лучше в нос вставлять тампончиками. На 15-20 минут. Потому что когда мы закапали, у нас по дну носа это все попало в рот. А всю слизистую носа это как бы не смазало. Поэтому ватный тампочек на 15-20 минут. Дни 5. Попробуйте. Вернусь все-таки к детям. Больше всего наверняка родителей пугает, когда говорят им, что что-то связано с аденоидами, о чем мы уже говорили, и гланды еще. Да, вот они говорят, увеличены, и вам надо их вырезать. Вот в каких случаях все-таки надо вырезать? Вырезают ли? Или лучше все-таки сохранить как естественный какой-то барьер? Так, мы говорим… А пока о гландах. О гландах. Но удаление гланды или так миндалин, скажем, по науке, это строго отмеренное, взвешенное решение иногда даже нескольких специалистов. Потому что миндалины являются очень важным иммунным органом. Поэтому мы удаляем в случае, если наши миндалины превратились в отчак хронической инфекции. И этот отчак хронической инфекции нам дает уже осложнение на сердце, на суставы, на пучки. Если гнойные ангины 4 более раз в год, которые протекают с высокой температурой, с интоксикацией… Ну, плохо переносится. Да, но в первую очередь, если испробованы все методы консервативной терапии, и они не привели ни к какому результату, тогда уже решается вопрос об удалении миндалины. А сколько сложная эта операция? Операция-то несложная. Делается под наркозом, наверное? Делается в детской практике под наркозом, в взрослой практике, в Республике Коми под местной анестезией. Но, в общем-то, не считается сложной операцией. А восстановление долго, недолго? Ну, 7-10 дней восстановление проходит. А удаление аденоидов аналогично получается? Строго по решению врача. Ну, это естественно, никакой операции никому делать не будет. Да, но, видите, аденоиды 13-14 лет, у детей проходит гормональная перестройка, и аденоиды потихоньку-потихоньку атрофируются. Они перестают играть свою функцию, которая нам нужна для маленьких детей. Поэтому, и вместе с тем, если миндалин у нас удаляются с капсулой, они уже у нас не вырастут. Аденоиды удаляются без капсулы. То есть какие-то остатки крошки аденоидов остаются, которые будут играть защитную роль. Поэтому к удалению аденоидов, как бы, чуть попроще о том, чем к удалению миндалин. Но в любом случае, любая операция, это всегда взвешенное решение. Но при этом аденоиды различают там 1, 2, 3, 4, по-моему, даже степени. Если 3, 4, понятно, чаще всего это операция. 1, 2, как там определяется? Если это мешает жизни, тогда это удаляется? Аденоиды — это лимфоидная ткань, которая есть абсолютно у всех детей. Просто разная степень их увеличения. Если ребёнок спит спокойно по ночам, не сопит, не храпит, в темное время дня он ходит, дышит спокойно носиком, а небольшая заложенность носа только во время какой-то вирусной инфекции, как правило, это аденоиды 1-2 степени, мы с ними дружим. Живем до этого 10 лет. Да, спокойно, да, и поэтому… Но если у нас ребёнок храпит, не дышит носом, и вместе с тем, я вам скажу такую статистику, что если ребёнок, который дышит ртом, частота дыхания его в 2 раза чаще, чем дыхание через нос. И потом, пока у нас воздух идёт через нос, он согрелся, увлажнился, прошёл через… Очистился, конечно. И он спокойно попал в лёгкие. Не дышащий носом ребёнок, он дышит ртом, холодный воздух с микробами со всеми к нам попал в лёгкие, конечно, от этого мы будем болеть чаще. Поэтому к таким деткам отношение такое более уже трепетное. Но вместе с тем операция проводится только в тех случаях, когда все методы консервативной терапии… Уже исчерпано, испробовано, ничего не получилось, тогда удаляем. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили о часто болеющих детях. Сколько раз в год болеют, вот мы вам на начале эфира назвали. Любите своих детей, следите за тем, чтобы они были в порядке, и в случае, если вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь к врачу. Напомню, что гостем нашей студии сегодня была лор-врач Лидия Прудникова. Спасибо вам большое, всего доброго. Хорошо, спасибо. Не болейте. О следующем эфире программы «Случаи из практики» мы говорим о, наверное, самом интеллектуальном виде спорта – шахматах. В них можно успешно играть уже 3-4 года. Как добиться таких успехов, узнаем у гостей нашей студии в пятницу в 12.40. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!